Всем привет дорогие друзья, с вами Локи, мы продолжаем играть в FIFA 14 карьер за Арсенал. Я решил немножко поменять расстановку, сделать схему 4-5-1 в одного такого центрального нападающего. Узил будет подчищать центр поля ближе к защите, ну такой скажем, полу... конкретный полузащитник, так скажем, центральный. Вот, Чемберлен Ренси по флангам, также Косорл и Халк ближе к Бентеке. Ну и сейчас у нас матч против Весбромвича на кубок. Прошлый матч, к сожалению, мы проиграли, но в футболе бывает всякое. Вот давайте так вот. У нас травмирован Вилшер. И, кстати, наверное, знаете что? Просил, просил меня Фламени выставить его в состав. Давайте попробуем вместо Озила с первых минут. И пускай на этот матч выйдет Жиру с первых минут. Вот так вот. Играем мы в гостях, это Кубок Англии. Начинаем с центра поля мы. Ренси с мячом играет на Косорлу. Косорла в центр на Жиру. Дальше Халк. Перевод направо Чемберлен. Первый удар это Фламени. Как-то ковырнул мяч в сторону ворот. Галкипер очень легко этот мяч забирает. Косил Нивер, Малин. И вот туда можно направо, где открывается Чемберлен. Тот с мячом в пятку мяч попадает. Обидно. Атака могла быть хороша. Фламени. Перехватывает мяч футболиста Весбромича. И вот туда пошел пас. Направо. Штанга, вы посмотрите. Неплохо. Неплохо. На хорошем забросе. Здесь все защитники оказались за мячом. И угловой Весбромич заработал на восьмой минуте матча. Еще один удар. Счастный на месте. Санья играет на Чемберлена. Пока у нас не клеится. Еще один удар. Да, Весбромич решил на забросах играть в этом матче. И вот он гол. Вот так вот неудачно, с честным кулаком выбивает мяч. И уже на одиннадцатой минуте Весбромич открывает счет. Без обработки сразу в одно касание прилетает мяч в наши ворота. Халк с мячом. Халк играет на Косорлу. Косорла. Удар поворотом. Один-один. Один-один, дорогие друзья. На тринадцатой минуте Косорла. Халк здесь хорошо ему прокинул. Косорла боролся до последнего. И шлепнул. Без шансов, мне кажется, для галкипера. Быстро отыгрываемся. И надо пробовать. Надо пробовать нестись вперед. Косорла. Играл на Ажиру. Заброс вперед на Санти Косорлу. Чемберлен. Пытался быстренько на него сыграть. Но там кто-то из игроков Весбромвича подстроился под этот мяч. Халк. Еще один удар. Рикошет. И посмотрите, мяч мог залететь в ворота. Вот с этого повтора будет хорошо видно. Над перекладиной пронесся мяч. От головы, по-моему, защитника, который стелился в подкате. Подача есть. Халк боролся за мяч. Сейчас будет опять заброс. Уверен. Так и есть. Галкипер на месте на этот раз. Косорла. Играет на Рэмси. Рэмси с мячом. Хороший пас Халку, но здесь уже защитники. А вот здесь вот можно попытаться выиграть борьбу. Но разве что выбили мяч в аут. Вест Бромвич на левом фланге. На левом фланге для нас и на правом для них. Здесь Жиру борется в центре поля. И очередной навес пошел. Гипс выигрывает борьбу. Жиру. Пас на Рэмси. Надо попробовать на скорости уйти. Его цепляют. На дальнюю туда. Давай. Удар Жиру, но уже Галкипер контролировал ситуацию. Санья. Халк. Халк уходит от одного. Подача на 11 метров. И, к сожалению, никто не помог. Была там борьба. Вермалин. Играет в центре. Рэмси. Гипс с мячом. Чемберлен. Слишком поздно уже этот пас было отдавать. Футболисты Вест Бромвича прочитали ситуацию. Гипс в подкате. Фламиньи. Играет на Жиру. Жиру кидает в прорыв Чемберлена. Тот пытался опередить защитника, но немного не хватило скоростенки. Снова Жиру. Никак он сегодня за мяч зацепиться не может. И даже сейчас, казалось бы, уже можно сделать хороший пас, но не получилось. И очередной заброс. Но здесь уже футболист Вест Бромвича просто не успевает. 1-1. 41-я минута этой встречи. Накаленная борьба. И вот туда направо на Чемберлена. Упускает он мяч. Но тут же его выцарапывает. Подача на 11-метровую. Жиру один. Как Галкипер вытащил этот мяч, а? Вест Бромвич. Неточный пас. И наш аут. Это хорошо. Фламиньи. Пас-центр. Косорло. Ну вот туда Рэмси. Удар слева. И Галкипер в падении переводит мяч на угловой. Что-то жиру совсем не видно, дорогие друзья. Я думаю, пора перед этим угловым дать жару. И стряна Бентеки у нас выходит на поле. Он уже в штрафной. Он пробивает чуть-чуть выше ворот. Хороший момент был. Выпрыгнул, пробил, но немного выше. Заканчивается первый тайм. Вот так вот быстро забил Вест Бромвич. Так же быстро мы отыгрались. Рэмси с мячом. Упустил. Упустил за боковую линию. Но вот здесь обокрал. Хорошо. Зачем же, судья, ты свистнул? Там такой выход. Чемберлена был, но... Поздно, поздно. Челси выигрывает 1-0. Так же выигрывает Нью-Кассел. Норвич проигрывает Кардифу. Уотфорд играет 1-1 с Вестхэмом. Косорло. Ну, пока не будем никого менять. Второй тайм, дорогие друзья. 45 минут прошли. И еще 45 минут впереди. Нас ждут. Довольно интересный футбол мы сегодня наблюдаем. Здесь Косорло. Мяч. За боковую линию. Ой-ой-ой. Смотрите, какой... Какой момент. А вот здесь вот... Ошибаются. В центре поля. Халк так легко не отдаст мяч. Чемберлен. Понесся вперед. Ну, надо подавать уже. Ничего не остается. Бентеке. Мощнейший такой выпад. Дальний удар. Бентеке. Нет. Здесь Галкипер первый. И вот Вест Бромвич начинает свою атаку. Очередной заброс вперед. Здесь уже с честной контролирует ситуацию. Фламени. По ногам ему ударили. Вермалин. Играет на Халка. Халк. Халк тащит мяч. С гипсом он пытался. Это нет. Не гипс, прошу прощения. Чемберлен. Пытались они здесь на двоих разыграть. Но все, что получилось, это потеря мяча. И вот он, гроза ворот. Бентеке. Нет. Нет, не получается. Здесь надо поаккуратней. Потому что любая контратака может сыграть злую шутку. Сильный перевод направо, но футболист Вест Бромвича не успевает. И замена. В замену соперника. 62-я минута. Счет по-прежнему. 1-1. Хорошо здесь Рэмси разыгрывает на фланге и будет угловой. Еще одна попытка углового удара. Фламени бьет в дальний угол. Гол. Гол. Вот стрина Фламени. Вот зачем он просил его выпустить. Крученым ударом в дальний угол ворот посылает мяч. Было время прицелиться и он хлестко так пробил в дальний угол. 2-1. Выходим вперед. Пас вперед на Бентеке. Тот тащит мяч сам. Гипс с мячом. Санья. Дальний удар. Не получается. Халк. Нет, здесь он уже бил не на силу, а на исполнение. 70-я минута встречи. 2-1. Ошибка. А вот это может быть опасно, но не только мы сегодня ошибаемся. А в сайту Чемберлана, да. Немножко заполз он в положение вне игры. И у нас очередная замена у соперника. И я думаю, мы тоже можем провести замену. Чемберлана подустал. Кто у нас есть, кстати, в запасе. Чельстром. Давайте Озил у нас выйдет на место Чемберлана. И махнем их с косорлой местами. Озил у нас поиграет на левом фланге. 73-я минута. 73-я минута. Весбромвич пытался протиснуться. По левому флангу у него это не получилось. Гипс. Подача опять скидкой. Что, пенальти игра рукой? Да ладно, судья. Вермалин. И что, еще желтую покажет? Да не... Не знаю. Ну что, с честной. Против Синклера. Да, обманно-обманно ударил. Подсекая мяч. Долго он летел, опускался в ворота. Но, с честной, уже прыгал в угол. 2-2. 2-2. Остается чуть больше 10 минут. Косорла. Играет на Санья. И очередная потеря. Вы посмотрите, как Весбромвич завелся после забитого мяча. Какой гол! Какой гол! Просто это... Это фантастика, да. Не каждый день такое увидишь. Я поражен. Просто вы посмотрите. Давайте посмотрим еще раз. Жалко, конечно, что нам забили. Но гол красивый. Очередная подача. Штрафную. И здесь сразу ножницами футболист посылает мяч в ворота. Да. Давайте-ка, друзья, попробуем, попробуем сменить схему игры. Вот так вот состав. Косорла, Фламини, Рэмси. Сюда мы ставим... Так, Озила. Сюда. Здесь Бентеки Халк. Вместо Озила Косорлу. И Рэмси вместо Озила. Вот так вот. А у нас есть еще одна за... Один. Одна еще замена. Пускай мяч выйдет. Рэмси с мячом. Халк. Халк тащит мяч сам. Не дали ему пробить. Рэмси. Бентеки. Сильный, мощный удар. Но, к сожалению, приходится в кого-то из игроков защиты. Минуту добавили. Мне кажется, мы отыграться уже не успеем. Но... Такой гол, как нам забили, конечно, не каждый день увидишь. Да, друзья, и все. Проигрываем мы. И... Если я не ошибаюсь, то вылетаем из Кубка. Вылетаем из Кубка Англии. Но матч был действительно интересный. Мне не жалко того, что мы проиграли. И... Ну, бывает. Всякое бывает. В прошлом матче мы проиграли. В этом матче проиграли. Но... Что поделать? В футболе такое случается. Призовой фон турнира. Игрок травмирован. Так, общение с игроками. Спасибо. Я рад, что вы верите в меня по-прежнему и даете играть. Надеюсь, вам понравилось, дорогие друзья. С вами был Локи. Ставьте побольше лайков. Вставляйте свои комментарии. Надеюсь, в следующем матче мы сумеем вырвать победу против Солнца. Всем спасибо и пока-пока. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода.